Привет, это Эмили. В 1972 году Карл Сейген и его коллеги открыли кое-что, что стало известным под названием парадокс слабого молодого Солнца. Согласно физике звезд, наше Солнце со временем становится все ярче, благодаря усилению термоядерных реакций в его ядре. Это значит, что Солнце, светившее ранее Земле, было где-то на 25% менее яркое, чем сейчас, что должно было сделать нашу молодую планету достаточно холодной, чтобы лед на полюсах разрастался, отражал все больше света и делал планету еще холоднее, создавая практически эффект снежного шара и буквально превращая планету в большой кубик льда. Но, согласно данным, полученным из камней и окаменелостей, древняя Земля была теплым, покрытым водой раем для жизни, в котором простые одноклеточные организмы развились и процветали. Отсюда и парадокс. Как Солнце может быть тусклым, а Земля теплой? Ученые предложили множество возможных объяснений, но самым вероятным является то, что в ранней атмосфере присутствовал один или несколько суперизолирующих газов, которые делали поверхность Земли слишком теплой для своего времени. Мы до сих пор не знаем, что это были за газы или откуда они взялись, но ученые уже давно предполагают, что то, что создало на Земле суперпарниковый эффект, также дало нам необходимые для жизни ингредиенты. Согласно одной гипотезе, постоянная бомбардировка каменистыми осколками, оставшимися от формирования Солнечной системы, расплавила достаточно большую часть Земли, и это дало выйти на поверхность таким парниковым газом, как углекислый газ, метан и дихлорид серы, являющиеся важным компонентом некоторых аминокислот. В еще одной внеземной гипотезе речь идет о самом Солнце. Магнитные бури на поверхности Солнца испускают потоки заряженных частиц в пространство. Сегодня это так называемый солнечный ветер. Может воздействовать на магнитное поле Земли с достаточной силой, чтобы вступить в взаимодействие с газами в атмосфере, из-за чего возникает северное сияние. Но когда наше Солнце еще было младенцем, оно устраивало намного большие представления, постоянно испуская потоки высокоэнергетических частиц, вступающих во взаимодействие с древней атмосферой Земли намного чаще, что создавало большие количества двух газов, парникового газа, в 300 раз более сильного, чем углекислый, и синильной кислоты, яда, который, как не иронично, может помочь в создании некоторых необходимых для появления жизни веществ. Какой бы ни была реальная история, можно с уверенностью сказать, что наша ранняя Земля каким-то образом умудрилась создать идеальный дом для жизни под нашим тусклым молодым Солнцем, а также можно быть уверенным, что наше Солнце продолжит гореть все ярче и ярче, из-за чего земной климат перейдет к другой крайности, со временем испарив всю воду и жизнь с лица планеты под ярким старым Солнцем. Ролик озвучен при поддержке сообщества XKCD.